Всем привет! В сегодняшнем ролике я расскажу, как я зарабатываю свою царскую тридцатку. Итак, для того, чтобы заработать свою тридцаточку, я хожу на работу 2 через 2. Мой график по 12 часов. И в сегодняшнем ролике я хочу показать, как примерно проходит это время. На самом деле там будет ролик примерно по длительности около 30 минут, но я его ускорил для того, чтобы было понятно примерно, как проходит рабочий день. А время рабочего дня у меня, конечно же, затекает спина, и мне нечем, грубо говоря, заниматься, кроме того, как сидеть и отвечать на звонки клиентов. Я оператор колл-цента, принимаю каждый день звонки, а не какой-нибудь царь. И отвечаю на обычные вопросы клиентов, как настроить оборудование, что с их балансом. Поэтому, поехали! Мой рабочий день начинается в 9 часов утра по московскому времени. Но так я нахожусь в другом регионе, то на работу я выхожу в 10 часов утра, потому что весь колл-центр наш работает по Москве. Рабочий день состоит из 12-часового графика. Работаю я 2 через 2. Когда я работал в городе Санкт-Петербург в колл-центре, у нас там были, наверное, более обустроенные места, но я не мог заниматься тем, что вы сейчас видите на видео. На самом деле, мне это очень хорошо помогает. Потому что я заметил, как у меня стали укрепляться мышцы рук, ног, живота, да и спины, в принципе, что раньше такого не было. Здесь я могу спокойно, не стесняясь никого, позаниматься свое удовольствие за целый день. Столько раз, что просто к вечеру ноги уже отваливаются, да и живот просто болит. Выполняю я очень простые упражнения, неспешно на самом деле, потому что если я буду сильно спешить, то, к сожалению, клиенты просто услышат, как я их выполняю. И однажды мне один из клиентов все-таки такой сказал, ну что там, по лестницам бегаете, что ли? По рабочему дню у меня есть 4 перерыва по 10 минут и 2 перерыва по 30 минут. Рабочий день, в принципе, проходит именно в таком формате. Большую часть времени я смотрю в монитор, что-то там нажимаю, проверяю какую-то информацию, которую необходимо предоставить клиенту и отвечаю на их вопросы. Вот, хотелось бы как-то, конечно, разнообразить день, но не получается. Я тут думал, может быть, возможность почитать книжки. У нас бывает такое время, когда на линии ничего не происходит и клиенты к нам не обращаются. Поэтому я попытался читать книжку. К сожалению, не вышло. Попытался я выиграть в игру, но тоже на самом деле не вышло. И самое простое, что пришло ко мне в голову, это попробовать заниматься какими-нибудь тренировками. Я ходил по квартире и на балконе нашел ящик с инструментами, которые вы могли заметить. Ящик весит порядка 12 килограмм. И, в принципе, он заполнен различными инструментами, ключи, гайки, болты и прочий разный металл. Можно его нагружать или разгружать, и тем самым регулировать объем. В принципе, занимаюсь таким образом где-то уже около месяца. И чувствую, что просто мне легче ходить стало, когда мы с женой выходим на выходных дня куда-нибудь. Работа на самом деле не пыльная. Сидишь целый день, просто отвечаешь на звонки. Единственное, что бывают моменты, когда клиенты попадаются не очень спокойные и не очень хорошо тебя слушают, то тогда бывает такое, что можно занервничать. Но когда я начинаю нервничать, я либо отключаю микрофон, либо просто поднимаю какие-нибудь тяжести. И становится на самом деле легче. Некоторые думают, может быть, там работа оператора как-то по-другому происходит. Но вот сидишь, смотришь в компьютер, отвечаешь на вопросы, делаешь продажи, заполняешь какие-нибудь заявки на технические обслуживания и прочее. На стульчике не спеша делаешь упражнения, полезные для здоровья. Рабочий день обычного человека, соответственно, все это можно ускорить в разы, и тем самым вы поймете, как именно проходит рабочий день. Если вы хотите точно так же работать на точно такой же работе, вы можете, конечно же, прийти в нашу организацию. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и ставьте дизлайки, если вам не понравилось видео. Я с вами прощаюсь. Пока.